Было то, что через поклонение я тоже сегодня видела очень сильно вот именно вот эту ревность Бога. И Он как истолковывал вообще то, что мы проходим через огни, через какие-то вещи. Не просто, знаешь, Бог нас очищает, а именно вот эта перспектива Его ревности была. То есть, что это всё из-за того, что Он так сильно ревнует о нас. И что от того и... Ну и вот именно эта ревность, она не оставит нас вот в этом прошлом состоянии. Даже когда ты проходишь через какое-то время, когда тебе кажется, что ну как будто или ты отдалился, или Бог отдалился, и ты пытаешься так как бы бессильно прорваться через эти вещи. Он говорит, я творю в тебе вот эту глубину, на которую вот я хочу прийти и ответить, соединиться с тобой, но на этом совершенно другом уровне. И я действительно вот во время поклонения, особенно первую часть, всё время испытывала вот эту... Вот всё время была перед глазами эта перспектива, что Он ревнует, насколько сильно Он ревнует о нас. Просто я ревную о тебе, поэтому ты горишь в этом огне. Но только по этой причине. Потому что это моя огненная ревность. Я нахожу мир на зло, и уничтит из-за беззакония их, и положу конец в высоколунию гордок, и уничижую надменность притеснителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота от ирского. Для сего потрясло небо, и земля отвертится смыслу своего от ярости Господа Саваова, в день, былающего днем Бога. Это тоже... Ну да, это его... Действительно, вот сейчас вот такое время, знаете, хочу сказать, ну, действительно, все понимаем, что земля вошла в такой момент, в такой сезон, когда это как вечность просто, она вот, вот она. И вечность определяет, вечность, ну, диктует, вечность, поднимается голос вечности, вечного. И я знаю, что фундаментально то, что... Ну, я верю в то, что Бог искупил этот мир, Бог выкупил этот мир. И многие вещи даже, ну, вот даже когда, интересно, мы читаем Ветхий Завет, места писания из Ветхого Завета, и мы чувствуем, что что-то, что происходит сегодня, имеет к этому отношение. Но в то же время мы чувствуем, что и нет. Ну, то есть, вот как бы, я не знаю, есть у вас такое чувство, да? Что ты понимаешь, ты где-то понимаешь, вот через Дух Откровения, ты понимаешь, что вот об этом, но не совсем это. И просто, что я хочу сказать, смотрите, Бог не изменился, Бог тот же самый ревнующий Бог, и это правда. То есть, то, что мы с чем мы сталкиваемся, наше сердце, мы начинаем переживать, что у Бога есть ревность, у Бога есть праведность, правосудность. Вот это вот, что Бог, Он не может поставить на качество на то, что криво и косо. И Он не может назвать зло добром никак, даже если Он сильно любит тебя, даже родит большой-большой любви к тебе, но я закрою глаза и назову черное-белое. Нет, Он не может. То есть, Он не назовет так. Но в то же время ты понимаешь, что Он имеет дело после креста Иисуса, после распятия, мир изменился. Мы, это все другое. То есть, вопрос в том, с кем теперь имеет дело Бог. Вот в чем качественная разница. Сам Бог действительно не изменился. И зло, что из зла, тоже не изменилось. Но, и что из правды, тоже не изменилось. Но те, с кем Бог имеет дело теперь, вот что изменилось. Вот что изменилось. И поэтому мы действительно чувствуем, что... Вот мне как-то Господь, через мое сердце, Он говорил о том, что вы живете во время подобное тому времени, когда пришел Иисус на зерканье. Как вот Он пришел к церкви, Он пришел к Израилю. Сегодня я прихожу также к церкви моей. То же есть вот это откровение Иисуса, которое приходит и спасает погибших у овец. Вот это откровение, которое через сыновей и дочерей ожидается, когда поднимаются действительно люди, ходящие совершенно посвященные Богу, в совершенной славе. То есть, они ходят как сын. Они сыновья. Вот это вот поколение, то, которое мы его по-разному называем, но мы понимаем, мы все понимаем, о чем идет речь, короче. Мы ждем это поколение, и мы часть предвестников этого поколения. Но что еще происходило? Мы знаем, как сильно поднялось сопротивление, когда Иисус пришел, да? И сопротивление было откуда? Именно из традиционной религиозной среды. Откуда поднимается сопротивление? Это не потому, что, ну, как знаете, какого-то... Ответственность на кого-то приложили. Ну, мы знаем, Иисус всегда сопротивляется религии. Но это просто действительно, это то, что свет Господа приходит, Иисус Христос говорит, я приношу меч. И этот меч, он скроет помышление сердец людей. То есть, вот этот цирк, который приходит, он просто вскрывает помышление сердца. Но подобный суд проходит над нами так же. Но это суд любви. Потому что он говорит, я хочу открыть тебя, что внутри тебя. Я хочу пойти туда, куда ты уже даже через просто свою волю не в состоянии. Поэтому я ввожу тебя в определенную переплавку, и то, что было сокрыто, оно начинает тебя открывать. Вот это то, куда мы попали, или куда мы входим, когда Бог нас проводит, ну, через вот сезоны определенные. И если мы понимаем, что это страсть Бога и любовь Бога, и результатом будет вот это приближение, вот этот звук, когда ты абсолютно знаешь, чистый звук, твое сердце реально счастливо в этом звуке. Вот этот звук сокрушенности. То мы идем совершенно, мы, этот огонь, он за нас. Этот огонь, он за нас. В этом отличие. Потому что, когда суд Божий произносится до распятия Иисуса, да, над его народом или над миром, это всегда докрестно. Это всегда, этот суд, он, он выступает против греха, а следовательно, и против грешника, который соединен с этим грехом природой. Но с момента греха, с момента распятия Иисуса, что-то изменилось, что-то изменилось. Но, тем не менее, я хочу сказать, Дух Святой мне говорит, Вика, это каждый раз происходит, когда я посещаю землю. Идет вот это отразделение, идет раскол. Помышления сердец людей открываются. Золото становится чище, оно простирается ко мне еще больше и больше. Ты больше и больше. Ты не понимаешь, ты, может, не чувствуешь уже любви к Богу, ты, может, не чувствуешь каких-то приятных вещей, там, мурашек по коже, еще чего-то. Но почему-то ты все равно продолжаешь к нему идти. И я тебе скажу, что произошло. Однажды Бог поместил к тебе Духом Святым свою любовь. И она внутри тебя живет. Эта любовь вечная, безусловная. Она просто как вот эта лютая ревность. Ты не понимаешь, почему ты идешь. Ты не понимаешь, вся логика говорит, не надо. Не делай этого, не будь дураком. А ты понимаешь, что пусть я дурак, пусть я безумный, пусть я странный. Но я не могу, я не могу с этого пути. И знаешь, я просто хочу сказать, ты можешь в этот момент не чувствовать, что ты Бога любишь даже. Но правда в том, что ты на самом деле с Его любовью привязан к Нему. И ты Его любишь не на уровне своих чувств, но на уровне того, кто ты есть. Ты просто плоть от плоти, ты кость от кости, ты одно целое. И это Его верность тебя вот таким образом держит. Божья верность, она держит тебя. И это все для того, чтобы мы очистились, освободились. Именно свобода, вот что Он хочет нам подарить. Это вот та настоящая свобода, о которой мы даже попросить не можем, потому что не знаем, что она в природе существует. Знаете, я когда что-то попробовал, я могу просить это. Но если я даже не пробовал на вкус, я... Может и надо мне оно, но не уверен. А здесь действительно что-то такое происходит, где Он сам говорит, я помещу тебя в огонь, и ты захочешь меня так сильно. Ты захочешь меня так сильно, всеми силами своей души, я обведу тебя в такое место, где тебе ничего другого не захочется. Где ты будешь кричать и орать, и только об одном. Где ты скажешь, ты все, что нужно. Ты все, что нужно. И вот в этом месте я отвечу тебе. И обведу тебя в пустыню Ахор. Помните это место? Тогда, кто это, скажите мне? Осия. Осия, да, точно. Правильно. Даже почитаю это место. И вы найдете. Holy God, Jesus, Lord. Я приведу тебя в пустыню. Для чего? Чтобы говорить к сердцу. И там ты назовешь меня уже не вали. Ты назовешь меня только вон. Holy God, Jesus. Я тоже что-то не взяла. Подставь, но подъешь. Там, где мы. Ага. Огонь. Поэтому теперь я увлеку ее. Я приведу ее в пустыню. Есть дело в том, что всё время это о Нём. Почему мы чувствуем, что это что-то имеет отношение? Мы чувствуем, что то, о чём мы говорим, оно имеет отношение. Мы берём эти места писания из Великого Завета, и мы знаем внутри, да, это имеет отношение. Но в то же время не совсем. Потому что на самом деле Он тот же самый. То, что побудило Его тогда, побуждает Его сегодня. Но только как Он решает вопросы. И с кем Он имеет дело, это меняется. Но Он не меняется, поэтому мы видим Его. Вот смотрите, Он говорит. Поэтому теперь я увлеку её, и я приведу её в пустыню, и буду говорить с ней ласково. И буду говорить с ней ласково. Там я верну ей её виноградники и сделаю долину Ахор дверью надежды. Там она будет петь, как в дни своей юности, Как в день, когда она вышла из едика. В тот день, возвещает Господь, ты назовёшь меня муж мой, И больше не будешь звать меня мой господин. Я удалю имена валов от уст твоих, И больше никогда их имена не будут призываемы. В тот день отдам повеление диким зверям и птицам небесным и творениям, Присмыкающимся по земле, не нападать на людей. Лук и меч и войну я удалю из той земли, чтобы все могли жить в безопасности. И я обручу тебя с собой навеки. И я обручусь с тобой в праведности и справедливости, В милости и любви. И я обручусь с тобой в верности, и ты узнаешь Господа. Это просто вот та ревность Бога, которая делает нас теми, Кем Он нам предназначил быть. Это то, что мы не в состоянии. Это вот последние, эти шаги, которые мы не можем пройти. Это то, где Он буквально простирается и делает это вместе с нами, делает это за нас. Поэтому я думаю, что то, о чём Господь нам сегодня говорит, это то, что очень близко. И он хочет быть близко, он хочет быть лицем. Я хочу... Сегодня так много всего слышала, видела. И я хочу...